эпизод 6 искусство мексиканских муралистов после посещения парка ламеда мы решили хотя бы в минимальном объеме соприкоснуться с творениями лучших мексиканских художников потому что по талтекам любой вид творчества искусства это энергии луны которая является воротами в непроявленный мир на гуале наша группа направилась к дворцу изящных искусств чтобы познакомиться на втором и третьем этажах с картинами самых известных мексиканских художников-муралистов привет алекс показывает туда давай давай стрелочка и и и и и и и Творец Ижащенко искусству Паласио де Биес Артес – это главная театральная сцена страны. Здание было открыто в 1934 году во время правления президента Абилардо Родригеса. Строительство театра длилось 30 лет с 1904 по 1934 годы. Первоначальное строительство начал итальянец Адамо Баори, а закончил строительство мексиканский архитектор Федерико Марискаль. Здание выполнено из карарского мрамора, отличается исключительной пышностью декора в стилях бозар и ар-деко. Через два месяца после открытия театра в здании открылся музей пластических искусств. Была прекрасная идея собрать воедино самые выдающиеся произведения живописи, принадлежащие муралистам. Самая известная мексиканская художница – это Фрида Калу, которая рисовала в основном картины небольшого размера, среди которых сотни автопортретов. К самым же известным мексиканским художникам на стенной живописи направлением «Мурализм» относятся Диего Ривера, Хосе Клименте Роско, Хосе Давид Альфаро Сикейрос, Руфина Томайо, Мануэль Родригес Лосано, Роберт Черногория, Хорхе Гонсалес Камарена и другие. Дедушка Леди Троцкого найдете? Да, это же очень известная картинка. Давайте я вам немножко расскажу о картине. С фотографией Сара мне подойдет на видео, вы засмите сами комментарии. Это Диего Ривера. Готова, Сар? Да. Если вы посмотрите налево, то мы увидим, вот упалась ОДБС Артелс, одну из самых известных скандальных картин Диего Ривера. У нее названий их несколько, но по-моему, одно из них типа «Человек будущего». Диего Ривера и Гридокалло еще при жизни стали очень известными, популярными, дорогими художниками. Это мало кому удавалось. Если вы знаете, что это удалось Дали, Сальвадору Дали, стать мультимиллионером благодаря своей супруге Гале. А второй пример – это Фридокалло и Диего Ривера. То есть еще при жизни они путешествовали и жили долгое время в разных городах Соединенных Штатов Америки. Конкретно в Сан-Франциско и в Нью-Йорке. Ну, то есть городов гораздо больше, но в этих вот городах, я знаю точно, есть Муралес, написанный Диего Риверой. Эта картина была написана для Рокфеллер-центра в Нью-Йорке. Когда она была написана, Владимир Ильич Ленин справа тоже был изображен. Но вы знаете, что есть очень крупные и богатые семьи в мире. В Англии – это семья британской королевы, а в США – это семьи Рокфеллеров и других магнатов. Это очень богатые люди, которые контролируют ресурсы. И когда картина была написана, Рокфеллер сказал Диего Ривера убрать изображение Ленина с этой картины. Он прямо настаивал на этом. А Диего Ривера сказал, что нет, я не буду это делать, я так вижу. Здесь очень интересное изображение, это человек по центру, такие лопасти пропеллера, такие как козы, показаны. Тут и генетика, если вы увидите, и космос, и вот Ленин справа, и группа там революционеров. Если подойдите поближе, если мы сейчас подойдем поближе, мы увидим вот в углах, тоже очень интересная вещь. Вот, допустим, главная скульптура справа или слева скульптура, вот там всякие полувоенные, ученые, рабочие. А Троцкий находится справа, вот там, где в очках человека, это Троцкий. В общем, Диего Ривера отказывает, вот генетика, все эти мутации растений. Диего Ривера отказался, художника принципиально, как у него тут идет, не предавать себя. И эта картина в США была уничтожена. Что сделал Ривера? Он вернулся в Мексику, и тогда строился полосе Дебея Сартес. И Ирина, по-моему, сказала, что это был долгострой. То есть его очень долго строили. Когда они его строили, то им пришло, мексиканским гостям, такая идея в голову. Помимо театральной сцены, оперной сцены, иметь вот эту вот часть музея, которая представляет мексиканских муралистичных. Самых известных мексиканскими художниками здесь есть все, кроме Фредекала, потому что Фредекала не была муралистичной. У нее нет картин такого размера. Диего Ривера восстановил эту картину полностью, и сейчас она присутствует здесь. Почему у дедушка Ленин? Потому что Мексика в начале века 20-го просто переживала грабительскую стадию капитализма. То есть, грубо говоря, здесь, наверное, пару десятков семей владела 99% всего национального обладательства. То есть христиане вообще не имели ничего. Поэтому здесь также была революция в Мексике, называется мексиканская революция. И есть социализм, поэтому здесь были всегда популярны. Они были связаны с надеждами на лучшее будущее. Потому что не иметь ничего своего и жить так десятки лет, столетия, это было невыносимо для мексиканцев, потому что они люди земли. Если вы обратили внимание, они любят. Вот лучше они хоть плохонький дом построят одноэтажный на своей земле, чем будут жить высотки. Это в основном у них такое отношение. Они прямо в аграрии, они такие вот. И поэтому для них это важно. Когда я по образу земли, после революции стало еще хуже мексиканская. Там еще больше был передел и грабеж. Поэтому, к сожалению, не от лучшей жизни. В этих идеях социализма были популярны. И это вот главный обрезок, где я не берегусь. Сейчас мы пойдем вот так вот по кругу. И везде вы увидите каких-то мексиканских художников. Они входят и сядут. Первыми, кто получили приглашение украсить стены Дворца изящных искусств, были Диего Ривера и Хосе Климента Роско, которые работали одновременно. И чьи фрески выполнены на восточной и западных стенах второго этажа дворца, соответственно. Диего Ривера. Картина «Человек, контролирующий вселенную» 1934 год. В 1933 году Диего Ривера начал фреску «Человек на перекрестке» с надеждой, размышляющей о выборе нового и лучшего будущего для Рокфеллеровского центра в Нью-Йорке. Незаконченная работа была подвернута цензуре и уничтожена, так как художник представил на картине портрет вождя коммунистов Владимира Ленина, а также красную звезду с серпом и молотом. Через год после этого события, по заказу президента Абеларда Родригеса, Ривера сделал копию этой злополучной фрески для украшения одной из стен второго этажа дворца изящных искусств. Картина Климента Ароско. Ароско. По-моему, она здесь единственная. Видите, такие обезображенные, такие как полутрупы, тела внизу. Жуть, но это то, что было популярно. Зачем Ароско знаменит? Такая мрачноватая как-то. А вот более спокойная. После революции Хосе Климент Ароско был частью мексиканского движения монументалистов и вместе с другими художниками сформировал союз рабочих техников, художников и скульпторов. Он принадлежал к поколению художников из Халиско, которые были частью культурного строительства после революционной Мексики. В 1934 году Ароско создает свою самую знаменитую роспись «Катарсис» во Дворце искусств Мехико. В самой масштабной работе Ароско стремится вызвать у зрителя «Катарсис» глубокое переживание, сопереживание, страдание, дающее возможность преображения. «Катарсис» 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 «Как teasing quitter» «То есть она разрывает свои…» «Тандоры вместе с международными пятифлями ввdiсящимы руками женщинам, чле их…» «Отехи…» «Какие всеetlier…» «Это были идеи о новой какой-то…', неobعدом деле …» «Новой жизни…» «Такие, про революционные» В 1944 году приглашение было направлено Давиду Альфара Сикейросу. Через год художник заканчивает триптих «Новая демократия», а в 1951 году по заказу Фернандо Гамбоа, тогдашнего заместителя генерального директора Национального института изящных искусств, Сикейрос написал диптих, посвященный Кауатемаку. Давид Альфара Сикейрос. Картина «Новая демократия. 1944 год». Триптих ныне известный как «Новая демократия» — это появление нового режима, разрушающего старую гнетущую тоталитарную систему. Центральная панель первоначально называлась «Мексика за демократию и независимость». Две боковые панели, слева — жертвы войны, и справа — жертвы фашизма. Вот еще одна работа Сикейроса, она на исторический сюжет. Если совсем кратко, когда Кортес приехал в Мексику, на территорию современной Мексики, у него был очень малочисленный отряд. А в тот момент империя ацтеков была на пике. То есть в империи ацтеков были десятки тысяч воинов, а у Талтека пара сотен. Тем не менее, за счет этой легенды о том, что человек должен приехать с бородой белой, они долго уничтожали Кортеса, и ему удавалось маневрировать за счет того, что они его поднимали отчасти за такое гожеством, так сказать, с которым они не могли понять, кто приехал. И совсем кратко, там у него был правитель Монтесума, который пригласил его прямо к себе погостить. А Кортес взял его в заложники. Потом была такая смыслная ситуация, что индейцы не знают, что делать, потому что они посещаются в Монтесуме, а Монтесума не может выдавать приказы свергать это, потому что тот ему отвяжет голову. В итоге Кортес убил Монтесуму потом, но и последним правителем был Каутемок. Вот здесь картина про мучения у Каутемока. Почему про мучения? Дело в том, что Кортес вошел в столицу, а потом был вынужден оттуда выйти. И когда он вышел оттуда, то есть на расстоянии вообще, отстепим удалось куда-то спрятать, перепрятать их золотом. И что хотели конкистадоры искать, они хотели найти золото ацтеков. Это изображены пытки. Вот изображена у нас получается ползмок. Испанские солдаты. Вот это якобы аллегория матери земли, которая страдает на испанском. Видите, даже такое нечто с отрезанными руками. Тоже жуть такая жуть страсти и мордасти. Вот. И эта картина перекликается еще со второй картиной. Дэвид Альфарес Секейра с картином мучения Куаутемака 1950-1951 годы. Фрески, посвященные Куаутемаку, следует рассматривать как одно и то же произведение, диптих, обвиняющий повествование о завоевании Мексики. Секейра заявил в день его открытия. Это песня Куаутемаку и образ борьбы, которую должны выдерживать славые народы. В мучении Куаутемака запечатлен момент, когда правители Мексики подвергают пыткам, чтобы он открыл место, где спрятаны предполагаемые сокровища, которые хранил великий Тиночетлан. Куаутемак стоически переносит испытания и пытки. Среди группы испанских солдат в доспехах спрятано лицо, которое относится к Малинчи, рабы неблагородного происхождения, переданной Кортесу в качестве переводчика вождями Табаско. На противоположной стороне, с левой части картины, родина, окрашенная в красный цвет с поднятыми вверх руками, а рядом изуроданная девушка, имитирующая ее прозву. Сначала нужно посмотреть, понять вообще, что изображено. Дать себе время. Вот что это такое по центру. Ира. Здесь тоже, насколько я помню, изображен каутему. Другой экспорт, но тот же самый. Последний пролетик. Вот то, что по центру, это лошади. Это попута. То есть, если присмотритесь, вот там еще одно копыто. Вот, и вот оно такое. Попутило такое снизу, вот, с стороны широта. Апофилос. Апофилос. Ну, то есть, когда он, видимо, еще не был свергнут. Автор Секейрос. Все детали через интернет. Вот. Не знаю много об этой картине. Знаю только, что они парные. Вот стой. Там ее пытают. А здесь, правда, триумф. Ау-де-Мока называется. То есть, здесь он типа на коне еще. Вот. В принципе, это вот такое представление амуралиста. Такие страсти и мордасти. Тема революции. Вот. Такие мрачноватые периодические. Ну, так-то так. Это мексиканское изобразительное искусство. Признанное всем мире. Дэвид Альфара Секейрос. Картина Апофилос Куао-Темака. 1950-1951 годы. Апофилос Куао-Темака прославляет то, как вождь коренных народов ведет свой народ против врага. Секейрос проводит параллель современной истории, связывая сцену с необходимостью для Мексики освободиться от посредневоенной политики США. По иронии судьбы, Куао-Темак носит металлические доспехи, которые носили испанские завоеватели, в то время как ряд человеческих фигур следует по его стопам с поднятыми руками. Испанский кентавр терпит поражение. Таким образом, Секейрос оправдывает лидера коренных народов, который перестает быть падающим орлом и становится символом сопротивления. Руфина Томая присоединился с двумя фресками в 1952 и 1953 годах. Руфина Томая – картина рождения нашей национальности 1952 год. По просьбе Карла Сыча, Весе и Фернандо Гамбуа, Томая выполнил две фрески во дворце изящных искусств. По обоюдному соглашению, они выбрали восточную и западную стены первого этажа, качество которых можно было оценить из монументального зала. Руфина Томая решил развивать две связанные и независимые темы одновременно через символы и аллегории, избегая националистического представления мексиканской школы живописи, против которой он всегда выступал. Вторая картина Руфина Томая – «Мексика сегодня 1953 год». Вот эта вот причина есть, что вверх – это работа. Том цвет. Она очень красивая по цвету. Тут тоже такая, вы видите, там человек в сомбреро слева стоит. Тут тоже такие типа сломы, перемены, идеи, как сказать, ну разрушений с целью переустройства мира. Вот это более молодой художник мексиканский. Очень красивый, что он видит из пиолетов. Одиннадцать лет спустя, в 1963 году, Хорхе Гонсалес Камарена создал последнюю фреску, специально запрошенную для Дворца изящных искусств. С того же года органы культуры начали передавать музеи другие фрески в рамках программы консервации и сохранения. Так появились работы художников Мануэля Родригеса Лассано и Роберто Монтенегро, Диего Риверы, которые расширили коллекцию музея до 17 работ. Для его картины немножко другой стиль, такой мексиканский клиптик, более эмоционально, но для этого она такая страшная. Диего Ривера. Картина «Карнавал мексиканской жизни» 1936 год. Диего был вдохновлен традиционным карнавалом в штате Пуэбло и получил заказ сделать четыре панно. Однако сатирическое ведение политических вопросов каждому из пановы нуждало годами хранить эти картины на складе, пока их не подняли из запасника. Диего Ривера. Картина «Третий интернационал» 1933 год. В 1933 году Диего Ривера сделал серию фресок для новой школы рабочих в Нью-Йорке. Это 21 панель, которую он назвал «Портрет Америки». При их окончании, еще находясь в Нью-Йорке, он сделал еще два мобильных панно «Русская революция» или «Третий интернационал» и «Четвертый интернационал», который в декабре представил Коммунистической Лиге Америки, также известный как «Дом троцкизма». Одна из них, «Русская революция», вошла в собрание Дворца изящных искусств в 1977 году. Местонахождение так называемого «Четвертого интернационала» неизвестно. «Это более поздние муралисты, более спокойные такие тона. Это муралисты, которые входят уже в десятку их известных. Это изображен ангел. Радость ветра. Спокойная работа. Роберто Монтенегро. Картина «Аллегория ветра», 1928 год. Между 1922 и 1928 годами Монтенегро написал серию аллегорий. Однако из всех сделанных им работ известны только две. Первая, называемая «Машинизмом», в которой сохранились только фотографические записи, и вторая, озаглавленная «Аллегория ветра» или «Ангел мира». Фреска была перемещена в 1965 году во Дворец изящных искусств благодаря тому, что Национальный Центр сохранения художественных произведений принял такое решение. Хорхе Гонсалес Камарена. Картина «Освобождение» 1957-1963 годы. Эта работа, выполненная в 1963 году художником так называемого второго поколения художников-монументалистов, интегрированная в монументальный комплекс Дворца изящных искусств, затрагивает тему смешения рас, которые добавлены темам мученичества, войны, фашизма и национальной борьбы. Далее представлены фрагменты и картины целиком еще одной крупной работы Хорхе Гонсалеса Камарена. Это фреска «Присутствие Латинской Америки», которая была написана между 1964 и 1965 годами для университета Консепсион в Чили. После Дворца изящных искусств мы позавтракали в плиточном доме и насладились видами с крыши города. Чувство сближения и единения позволяло вместе проживать и наслаждаться увиденным. Плиточный дом или Дворец Графа в долине Арисаба, как его еще называют, представляет собой дворец, расположенный в историческом центре Мегика между нынешними пешеходными улицами Мадера и Синто-де-Майя. Здание широко известно под этим именем из-за его покрытия плиткой Талавера из Пуэблы, которая покрывает внешний фасад здания и делает его одним из самых красивых в архитектуре нового испанского барокко. В настоящее время в здании находятся магазины и рестораны. Дворец Графа в Казахстане 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 Норвегия? Что они делают? Рождественское национальное блюдо, называется пинахшот. Это такие блинные бараньи ребра, но не гненка. Они засоленные, просто соломин. И его как-то готовят и вымачивают сутки, а потом его на паровой бане варят, 3-4 часа, чтобы оно начало мягкое отдавать. Вот, вся хата воняет. Баранов? Потом, потом. Вот этот ботан с жиром, который внизу сплют, иногда, иногда, его наливают в такие вот же штучки и им поливают картошку. Вот этим жиром. Как соус. Ну, я когда это... Короче, это безумно вкусно. Я не знаю, мне ребра нравятся, но я когда увидят, как наливают мужу, вот этот жир и ставят на стол, я убежала. Убежала? Да. Ты да не попробовала? Нет. Понятно. Да. Понятно. Серь öncesи, мы направо сверним. Ну, да, про點утеку. Да. Мам, Мать тоME, в мебельце boldly каждого ш statements, Frühтын, commit его. Мы recent Way to Pro compiled. Мы сейчас движемся на направо свернем. Сейчас зайдем в одно место. Подождем людей. Пока что-то говорят. Это президентский дворец. Мы в него упираемся. Нет? Ну, в смысле, может, и ремонтируем, но там живет президент. Сейчас посмотрю. Посмотрю на вас, на всех. В масонскую церковь. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нагваль единственная в нас, что способна творить. Он сказал, что тональ – это лишь свидетель и регистратор. Дар Орла, Карлос Кастанеда 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 Дар Орлес Кастанеда Дар Орла, Карлос Кастанеда Субтитры делал DimaTorzok